Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжаем обсуждать Псалом 118-й, псалмопевца, царя Давида. Это такое, может быть, длинное собеседование об этом псаломе. Сам псалом самый длинный из всех псалмов. Содержание его, казалось бы, можно изложить очень кратко. Пересказать этот псалом можно в нескольких строчках, но он протяжен в нем снова и снова от стиха к стиху. Живо передает Давид свое общение с Богом, преклоняясь перед словом его. И это очень сближает, конечно, псалтырь с тем опытом новозаветной церкви, который и передан нашей церковью в богослужение. Ведь богослужение преимущественно состоит из строчек из псалмов. Потому мы нуждаемся в чтении псалтыря, просто нуждаемся в ней. Как вот Давид так нуждался в слове Божьем, как в жизни просто для себя, так мы восстальвить можем свое духовное, ну не то что правновесие, мы, может быть, взволнованы, опечалены, угнетены сознанием своей греховности. Но при этом псалтырь будет лучшим средством возвращение к ясности сознания нашего. Вот, понимаете, я сейчас сказал, к трежвому ясному сознанию духовному вернет нас чтение псалтыри. Ведь слово покаяние означает изменение ума. Так вот, ничто так не помогает правильному направлению ума, как чтение псалтыри. И это лучшее упражнение, нет, не упражнение, а средство жизни для монашествующих, например, да и для всех христиан. И так было, потому что откровение Бога, оно не какими-то, так сказать, отрывочными, неоконченными, так скажем, в несовершенном таком-то виде дается человеку. С самого начала Авраам получил откровение, которое только в некотором углублении, в все более и более точном и полном понимании осознается церковью на всем ее протяженном пути, от ветхозаветной первоначальной истории до нашего времени. Но суть все та же. Заметьте, ведь даже пережитая Авраамом, казалось бы, в самом начале этого пути народа Божьего, когда он еще даже не народом, еще только-только родился тот, кто будет правоцем будущего народа, только-только еще родился недавно. Исаак, как Авраам, уже приближен к самому сильному и страшному опыту откровения Бога о себе, то есть к жертве сыном. И жертвопроношение Авраама следствует о том, что откровение Бога дается человеку с таким мощным доверием к человеку, потому что напоминает, что человек изначально образ Божий, и отец вправе сыну, который к нему возвращается из плена своего греховного, смертного, обратиться сразу как к сыну, может быть, с той точки, с которой это общение должно начаться, с которой когда-то оно прервалось, не как к совсем несмышленому бладенцу. Вот так можно подумать о возвращении человека к Богу, которое происходит по инициативе Бога. Не человек домогался возвращения, Бог откликнул Авраама. Не человеки сами, иудеи, захотели освободиться из экипетского плена. Бог велел Моисею вывести народ его. Не человеку вздумалось из благодарности к Богу, из какого-то религиозного поклонения принести жертву сына своего. Но это было только испытанием. Сын был возвращен Аврааму, чтобы стать праводцем народа будущего. Это было намеком, указанием, предвестием того, что жертва совершится, но иная. И Авраам сразу призван был в пророке. Иначе как охарактеризовать его пророческие слова к Исааку? Бог усмотрит себе Агнца, сын мой. Кстати, один из соседних с Авраамом князей в книге «Бытия», мы это читаем, называет его Наби, пророк. Так вот, это означает, что тот опыт, который передает нам Давид, действительно родственен нам, то есть в новозаветной церкви. Действительно в нем мы читаем не какие-то, немножко может, наивные там для нас, значительно более древние, на каком-то низшем еще этапе опыта размышлений о Боге. Нет, это такие опыты, которые основаны на прямом контакте с Богом, и они поэтому для нас драгоценны. Вот, как говорится в 120-м стихе 118-го псалма. «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Смотрите, он говорит это не в противоречии другим своим словам, когда он любит, жаждет, как мед сладкий ему на устах, слова Закона Божьего. Он боится этих садов не потому, что это для него гибельно, а потому, что это велико, безмерно велико. В Законе Божьем он читает не просто некие правила, наподобие тех, хотя там много и похожего формально, наподобие тех, которые, скажем, начертаны на камне Закона Хаммурапи, близкие даже и по времени к заповедям Моисеева. Вот. Нет, это не свод правил, его так пугает. Как пугает, может быть, человека, которого готовы к преступлению, там, не знаю, уголовный кодекс. Нет, в судах Божьих Давид видит торжество правды, негасимый, мощный свет божественной истины, и потому трепещет от страха плоть моя. И вот тут вспоминается пророк Аввакум. В третьей главе книги пророка Аввакума говорится так. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Ну, под грабителем, как в притчах Иисуса Христа, подразумевается вот это испытание. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и масляная изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в законе, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Это из последней главы пророка Аввагума, которая есть молитва. Она была пропеваема в храме, то есть это сущности Псалом, и потому она так сходна с песнями царя Давида и выражает ту же радость, тот же трепет, то же благоговение, которое испытывает Давид. И вот почему еще стоит заметить для нас так драгоценна Псалтирь. Это, может быть, книга, которая в особенности откровенна, иногда наивна, с наивностью в высоком смысле слова, то есть прямой, с той наивностью, которая нас так, можно сказать, трепетно радует в любви ребенка, выражает Давид свое благоговение перед Богом. Вот благоговение нуждается прежде всего душа верующего человека. И страх Божий, о котором мы просим в своих молитвах, он именно вот это – переживание благоговения. Это наибольшее утешение для человека быть восхищенным любовью и доверием, которое испытывается к тому, кто никогда не обманет. Потому так и у пророка Аввакума, мы когда говорили в другой беседе о пророке Аввакуме, выделяли специально эту строчку, но ее не перечесть невозможно. Хотя бы не расцвела Асма Кумница, хотя бы не было ни того, ни другого, ни третьего, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться в Боге спасения моего. Потому что спасение впереди, и спасение – сам Бог. Вот как в стихе 113 этого псалма «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Вот как. Просвещает простых. Простые те, кто не прошли серьезные школы, которые не ровня философствующим и богословствующим мудрецам, но именно их предпочитает откровение слов божественных, потому что оно яснее сердцам чистым. Об этом говорит очень ответственно евангелист Матфей. Он такие слова передает Спасителя Христа. «Иисус сказал «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцам». То есть он повторяет сказанное Давидом, Спасителем. Божественное слово постигается неисочненным умом, но чистым сердцем, которое будет готово для откровения. Как сказано и в Псалме 56. В этом Псалме такая есть строчка. «Готовое сердце мое, Боже, готовое сердце мое, буду петь и славить, буду славить тебя, Господи, между народами». А чем славить? Пониманием рассудочным, нет, сердцем, готовое сердце мое. Собственно, каждый верующий человек знает, что никакие доводы рассудка, никакие убедительные какие-то такие богословские, скажем, изъяснения к вере никого не привели. Могли помочь, так сказать, постучать по скорлупе, чтобы она разбилась, но вылупится нечто совершенно новое в сознании, не только в сознании, в том числе, вообще во всем внутреннем узнавании жизни, так скажем. Оно может только иным побуждением, иной силой, которая проникает глубже, чем кора головного мозга, глубже проникает в сердцевину человеческого естества, в сердце, как определяли древние. И только когда оно готово, оно узнает истину. Эта готовность предполагает чистоту, как чистоту нравственную, чистоту такого незломного естества человеческого, так и чистоту помыслов, которые не замутнены гордым сознанием своего какого-то достижения. Годжи читаем мы в стихе 151-160. «Бликзак Ты, Господи, и все заповеди Твои истинно, основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». здесь мы должны обратить внимание на Евангелие от Иоанна. Это мы в 17 главе читаем, удивительную вещь мы читаем в 17 главе. Мы читаем, переданную евангелистам, прямую речь Спасителя Христа к Богу Отцу. Он говорит, Христос Иисус, «Я у них молю, не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, освяти их истинною Твою, слово Твое есть истина. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина». Это говорит Давид, как будто бы знает, что слова эти его почти что подтвердят слова Спасителя Христа. «Основание Слова Твоего истины, и вечен всякий суд правды Твоей». Таковы слова Давида. И так их, как бы сказать, по-новому, совершенно по-новому, но открывает Иисус. В контексте всего Писания ясен смысл слов конкретного текста. Так вот словами Христа Иисуса в Евангелии Теанна подтверждается пророческая сила слов Давида. И, собственно, не только псалмов Давида, но всего Писания, начиная от книги Бытия, и то, что собрано благоговеенно, благоговеенно, внимательно, чутко собрано книжниками во Второзаконии, то, что сохранено учениками пророков в их пророчествах, это все пережито то самое, что, в конечном счете, проясняется совершенно в лице Христа Иисуса. На этом мы закончим сегодняшнюю беседу, и в следующий придем к последним уже строчкам Псалма 118 пророка и царя Давида. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok